Любовь означает понять Божественную природу мужчины, принести ему счастье, верность. Он говорит, ну если я не чувствую счастье, он меня трогает, счастья нет. Чего мне с ним жить тогда? Понимаете, женщины? Потому что понимание любви у женщины тоже сильно отличается. Вот женщина, когда любит, что значит она любит? Это значит, что когда мужчина на нее смотрит, ей хорошо. Когда он ее трогает, ей хорошо. Когда он ей говорит что-то вообще супер. Когда она рядом с ним находится, ей хорошо и спокойно. Когда она смотрит на него, то ей хорошо. Хорошо, это она понимает под словом любовь. Но если мужчина видит, что женщине хорошо и спокойно рядом с ним, когда он ее трогает, она такая вся, растекается. От этого ему не холодно, не жарко. Потому что для него любовь это другая совсем вещь. Если она заботится о нем, нежно себя ведет, верно себя проявляет. Если она уважает его, говорит, да, мой хороший. Ему уважает его мнение. Потому что у мужчины самое главное это его мнение. У женщины самое главное это ее красота. А у мужчины самое главное его мнение. Если мужчина нежно не относится к жене, женщина не чувствует, что он ее любит. Он не признает ее красоту. С красотой всегда все нежно обращаются. С красотой грубо никто обращаться не будет. Если человек чувствует красоту, допустим, цветочек красивый он видит, да, что дальше, он очень аккуратно его возьмет, очень аккуратно куда-то поставит. Он боится, ну, задеть за него, потому что красота не должна быть разрушена, да. Точно так же мужчина должен обращаться с женщиной. Но он хочет использовать эту красоту, а не беречь ее. Ну, а женщина-то чего ждет? Она ждет именно бережного обращения к себе. Поэтому, мои дорогие друзья, разделите два понятия. Понятие «люблю» и понятие «хочу быть любимой». Потому что, если вы хотите любить, это не значит, что вы сохраните мужа. Вы сохраните мужа только в том случае, если вы захотите сделать так, чтобы он вас полюбил. и это шаг в пропасть. И я ей своей родственнице говорю, тебе надо дать ему возможность себя любить. Он тебя любит, ты его не любишь. Дай ему возможность себя любить. Ты не чувствуешь сейчас счастья с ним, но он хороший человек, я ей спрашиваю, или плохой, он говорит, он очень хороший человек. Если он очень хороший человек, тогда соглашайся и выходи замуж, несмотря на то, что ты не чувствуешь от него счастья. Потому что в тот момент, когда ты начнешь ему служить, и увидишь от него, из его сердца, то есть он тебя любит, это не значит еще, что он тебе благодарен. Я видел этот молодой человек, постоянно обижался на нее, и при этом продолжал любить. Благодарности никакой не было. Но если бы она начала ему служить, то есть захотела, чтобы он любил, дала ему возможность любить, а не себе ждать любви, тогда бы она полюбила тоже. Потому что, воистину, любовь бесконечно находится в отношениях не у тех людей, которые хотят любить, а только у тех людей вечно любовь живет, которые хотят быть любимыми. Это совершенно разные вещи. Если хочешь быть любимым мужчина, нежно относись к женщине, ухаживай за ней, давай ей гарантии, выполняй ее волю, дай ей возможность капризничать, дай ей возможность чувствовать стабильность, что тебе хорошо, всегда следи за ее эмоциями, спрашивай ее, как ты понимаешь этот вопрос, дай ей знать, что ты ее видишь, ты ее чувствуешь, ты ее понимаешь, тогда она будет благодарна тебе в сердце. И когда благодарность выйдет из ее сердца, что произойдет? Ты ее полюбишь. Ты увидишь в нем что? Божественную женскую природу. Бог тебе покажет в ней то, что можно полюбить. Понимаете? И каждый раз, когда человек хочет любить, он теряет любовь всегда. Когда человек хочет сделать так, чтобы его любили, он приобретает всегда любовь. Но не сразу. Им надо сначала вкладываться. И запомните, мои дорогие друзья, все ваши скандалы с близкими людьми, все ваши непонимания друг друга, все они, причиной их является то, что вы не хотите быть любимыми. Вы хотите любить. А означает? Ругань. Вы говорите, почему ты обо мне не заботишься? О чем вы говорите? Я хочу наслаждаться тобой. Давай меня наслаждай. Заботься обо мне, сделай мою жизнь хорошей, чтобы я чувствовала, что ты меня понимаешь. Давай, давай, это делай. А понимаете, служение близкому человеку не может быть насильным. Ну, допустим, если женщина говорит, давай, давай, нежно относись ко мне. Мужчины всякое желание пропадает, нежно относиться. Потому что это может сделать только бескорыстно. Вот попробуйте насильно, вот допустим, вам говорить, ну-ка, нежно погладь меня. Попробуйте нежно погладить в этом случае. Невозможно. Нежно погладить можно только в атмосфере свободы. Если тебя никто не просит, ты сам нежно гладишь. Но если говорят, нежно погладь, ты такой гладишь, но нежно не получается уже. Потому что это насилие. И пока мы требуем любовь к себе, хотим наслаждаться друг другом, никогда не будет счастья в отношениях. Спасибо.